Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 31 декабря, последний день уходящего года. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы Елена Шмелева и Александр Рохленко. Сегодня 31 декабря. В этот день в разные времена родились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки и культуры. 31 декабря 1869 года на севере Франции в городке Като родился художник Анри Эмиль Бенуа Матис. Первое представление о живописи он получил только в 21 год, когда у него в то время клерка во время выздоровления после тяжелой болезни появилось свободное время. Матис начал заниматься сначала у одного из художников в Сен-Кантене, а потом добился у отца разрешения на отъезд в Париж, чтобы продолжить занятия. Матис поступил в школу изящных искусств, где занимался в мастерской известного символиста Гюставо Моро. В годы ученичества он с большим рвением изучал наследие старых мастеров. В 26 лет впервые выставился в салоне живописи Национального общества изящных искусств на Марсовом поле. В молодые годы Матис обращался к разным стилям и течениям. Его увлекали попытки с наибольшей силой и выразительностью творить свои полотна. Большое влияние на стиль художника оказали знакомство с мусульманским искусством на выставке 1903 года в Мюнхене и два года, проведенные в Марокко. В отличие от большинства течений в искусстве 20 века, стиль Анри Матис отличается непосредственностью, тонкостью в передаче натуры, основанной на доскональном знании живописных приемов. Для его полотен, литографии, рисунков, коллажей из цветной бумаги, керамики и скульптуры характерны локальность и гармоничное сочетание больших цветовых пятен, простота и пластическая выразительность линий. Мир Матиса – это мир музыки, пасторальных сцен, ярких пейзажей, прекрасных ваз, сочных плодов, фруктов и красивых женщин. Время новогодних праздников – это время красивой доброй сказки, которая приходит в каждый дом посреди зимних холодов. В каждой стране этот праздник имеет свои особенности и традиции. В Болгарии, например, есть обычай гасить на несколько минут свет в комнате, где собрались к новогоднему застолью гости. Эти минуты называют минуты поцелуев, тайну которых сохраняет темнота. В Германии люди самого разного возраста, как только часы начинают отбивать полночь, взбираются на стулья, столы, кресла и с последним ударом с радостными приветствиями впрыгивают в Новый год. В селах на юге Франции хозяйка, которая в новом году первая наберет воду из источника, оставляет возле него булочку и пирожок с праздничного стола. Та, что придет вслед за ней, заберет гостиницу и оставит свой. Так хозяйки до вечера угощают друг друга. В Италии малыши внимательно следят за печной трубой. Именно через нее в дом должна проникнуть волшебница Бифана и принести подарки. Сохранился здесь и старинный обычай, очень небезопасный для прохожих. В Новый год из окон могут выкинуть не только ненужные вещи, но и надоевшую мебель. А гораздо севернее в Шотландии семья собирается в новогодний вечер перед камином. Все члены семьи сидят молча перед огнем, символически сжигая все неприятности уходящего года. А когда стрелки приближаются к 12, глава семьи молча открывает дверь настиж. Пока бьют часы, из дома уходит год старый и входит новый. Потом все садятся за праздничный стол. В Испании ночь с 31 декабря на 1 января проходит очень весело. Поскольку Рождество принято справлять в соответствии с церковными канонами, религиозные испанцы чинно проводят этот праздник кругу семьи. В Японии в новогоднюю ночь принято организовывать застолье и с достоинством проводить старый год. После посетить храм, где в эту ночь звучат 108 ударов колокола. Японцы верят, что с каждым ударом уходит все плохое. А в момент наступления нового года японцы начинают смеяться. Смех должен принести радость и удачу. В Африке на земле Абиджи жители деревень в новогодний праздник собираются на ритуальные пляски, славят духов огня, воды и леса. Сообща медитируют и устраивают гонки на четвереньках с яйцом во рту. Победителем считается тот, кто первым пришел к финишу и не повредил скорлупу, символизирующую хрупкость бытия. Если быть точными, то надо сказать, что не везде Новый год встречают зимой. И если задаться такой целью, то можно отмечать эту встречу круглый год и всегда в хорошей компании. В Греции Новый год наступает 14 января, в день Святого Василия, который так же, как и Дед Мороз, щедро одаривает детей подарками. В Китае, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре, Корее и Монголии Новый год приходит в соответствии с лунным календарем. И жители этих стран готовятся к большому празднику с середины января до конца февраля. Весной Новый год встречают в Афганистане, Иране, Пакистане, Таджикистане и Азербайджане. Навруз ждут в день весеннего равноденствия. В Индии, Шри-Ланке, Непале, Лаосе, Бирме и Таиланде можно продолжать новогодние торжества последовательно с 22 марта до конца апреля. Кстати, новогодний праздник возвращается в Непал еще и осенью. Осенью же обычно отмечается и Рож Гошана, еврейский Новый год. Традиция требует, чтобы на столе обязательно были две халы, а также яблоки и мед. Тогда Новый год будет счастливым. Новый год на Гавайях и в океане наступает в середине ноября. Разные народы, разные обычаи, но объединяет их, наверное, одно желание под Новый год, чтобы все невзгоды уходили со Старым годом, а Новый, наступающий, принес с собой только доброе, чтобы надежды сбывались, исполнялись желания, а удача обязательно бы улыбнулась в Новом году. А теперь мы расскажем вам о погоде в последний день, уходящего 2008-го в разные годы и века. В 1595 году очень суровая зима установилась на Русском Севере. К концу декабря столь низкие температуры привели к повышению ледовитости Баренцево и Карского морей. 31 декабря 1898 года сильный ураган пронесся по Ставропольской губернии. Порывами ветра сносило не только крыши, но и части каменных стен. Последний день 1978 года на всей территории Европейской России отметился редкими морозами. В большинстве пунктов Европейской России была зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. В Москве она составила минус 38 градусов. В Нижнем Новгороде температура понизилась до минус 41. В Пскове до минус 40, в Риге до минус 32, в Саратове до минус 31 градуса, в Санкт-Петербурге до минус 33, в Сафтывкаре до минус 46, в Тамбове до минус 36 градусов. Последний день 2005 года удивил морозной погодой жителей южных районов Красноярского края. Под утро столбик термометра приблизился к 40-градусным отметкам. Сегодня 31 декабря. Наша программа подходит к концу. И самое время заглянуть в народный календарь. Согласно поверьям, сегодня хозяйничает Модест-Скотохранитель. Этот день отмечали мужскими братчинами, складчинами с пивом и мясом. В ночь на Модеста всей деревней разжигали костры. Когда огонь сильно разгорится, в него бросали трех снежных кукол. Если пламя скоро загаснет, святки будут богаты ясными днями. Если же костер долго тлеет, жди буранов и долгих морозов. Чтобы определить свою судьбу в предстоящем году, ложились на ток, где молотят хлеб. И слушали. Если подгадающим застучит, то он умрет. Если зазвенит, будет женат. Если слышится молодьба, богат будет. 31 декабря. Новолетию пора. В этот день резали поросенка и жгли колоду. Корыто, выдолбленное в стволе дерево. В огонь подврасывали вымытенные из избы ссор. И горел он шесть дней в новом году. Таким образом, очищали дом от всего плохого, что было в прошедшем году. Надеемся, что вы, уважаемые телезрители, успели нарядить елки и приготовить подарки для своих самых близких. Желаем вам сегодня хорошо повеселиться. Ведь есть примета, как вы встретите этот праздник, так и сложится для вас весь следующий год. Настройтесь на радость, на веселье, и все у вас будет хорошо. Напоминаем, что с вами была программа «День веков. Хронограф». Мы ее ведущие. Александр Рахленко. И Елена Шмелева. Еще раз от всей души поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам в наступающем году всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была программа «День веков. Хронограф». И помните, что каждый день – это дата. Каждый день – это имя. Каждый день – это событие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok